Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Грёзеров. Я рад приветствовать журналиста Нардопа Дашиева. С ним мы обсудим одну большую интересную тему. Нардоп, добрый день. Добрый день. Съездил ты на Алтаргану. Мы ещё вот так немножко обсуждали, конечно, эту историю, но детально у тебя вышел большой материал, и предложил ты вот эту тему в радиоэфире обсудить. Мне тоже показалось интересным, тем более ты хорошо в контексте, да, представляешь вообще, как и что, и много ярких впечатлений оттуда вынес. Каким образом, путь-то не близкий на самом деле, да, вот каким образом, отправил тебя кто-то из СМИ или сам проявил такое желание поехать? Ну, это, как бы говорится, как два в одном. Добрый день ещё раз, дорогие радиослушатели. На самом деле, Алтаргана – это ведь большой народный уже праздник, имеющий большую предысторию. То есть, в общем-то, исторически это, по-моему, уже три десятка лет. Ну да, в 90-е годы, в советское время возникло. Он возник в Монголии, в Нарновском Аймаке, вот это соседний Аймак с Агинским, Бурецким округом гранищей. Ну, я бы хотел вообще, в принципе, начать даже не сколько собственность с фестиваля, а с его названием. То есть, когда я в 80-х годах работал ещё в газете «Молодежь в Буреце», ну, уже я стал ответственным секретарём, и у нас был отдел переводов, который возглавляла Дарим Донзанова. И у нас, как всегда, в Буреце очень много же поэтов, писателей, там, пишущих людей достаточно много, и в рамках газеты это было всегда сложно всё уместить и так далее. Но в перестройку уже, когда уже как бы ослабло партийное влияние, то есть, уже отказались от передавиц там и так далее, ну, другими словами, появился как бы масштаб, то есть, объём появился у газеты. Мы уже выходили на 16 полосах еженедельно, поэтому уже был какой-то манёвр. И именно вот с отдела периодов поступило предложение, то есть, выпускать литературный специальный выпуск, ну, другими словами, альманах это фактически был. Вот, он был ежемесячный, и туда уже пошли, конечно, материалы. Но, как ты знаешь, как корабль назовёшь, так он и поплывёт в это самое. Всё дело как-то упил. Портфель был уже наполнен, но всё, я держал это всё как бы в таком золотом фонде, скажем так, но меня не устраивало название. Все, которые шли и шли, название, название, что-то предлагалось там и так далее, это меня не устраивало. Ну, и потом, в конце концов, появилось вот это слово «алтаргана». Ну, в принципе, это заворядное слово, это как «васильки», «ромашки», что-то, ну, если на русский как бы это запили. Ну, это «золотарник», по-моему, да. «Алтаргана», там, «шарсгана», это уже «аблепиха». Ну, это такие рядовые названия абсолютно, как бы, и фонетические они, в общем-то, там, звуковой ряд особо меня как-то не вдохновлял. Так вот, ну, когда я сказал, ну, почти нет. Но Дарья М. Донсановна, она как бы глубоко знала материал, и она мне рассказала, что это за растение вообще, что оно из себя представляет там и так далее. То есть, это глубоко, там, землей, корни. Сверху маленькие, а все по корню уходят. Меня это убедило. Все, был вопрос. Я говорю, а что сразу-то не говорили? Ну, вот, так получилось. Ну, и вот. И, значит, мы начали выпускать этот «Альманах» ежемесячно. Он пользовался огромной популярностью вообще. У нас же люди любят читать там и так далее. Причем он был на бурятском, на родном языке. Это под эгидой молодежи бурят. Конечно, да, это все под эгидой молодежи бурят. Так вот, в общем-то, Алтаргана появилась еще в 80-х годах, в бумажном варианте, скажем, а уже в людском варианте, в 94-м, в Братской Монголии. Но это не связанные между собой. Я не знаю. Они, может быть, когда тут же искали название, может, они тогда ведь уже перестройки, границы еще шире с Монголией. В общем-то, всегда были хорошие отношения. А тогда уже информационный поток побольше. Нашу газету там читали, я 100% знаю. Тем более, это граничащие бурятские районы и дармандские. Может быть, они взяли оттуда. Потому что название-то утвердилось, оно уже, в общем-то, было. Оно работало в народе, конечно. Это был бренд, на самом деле. Опубликоваться в Алтаргане – это вообще счастье было. Ну, так вот. Сколько этот «Альманах» просуществовал-то, получается? Ну, он почти всю перестройку пробовал. До закрытия газеты уже там. Ой, до закрытия газеты, до падения КПСС. До падения КПСС. Уже в постсоветское время уже не выходил. Нет, а потом уже там, как бы, исходя из сиюминутных, там, как бы, преференции, можно так назвать, это все дело. Почему-то бурятский дубль сократил наш первый руководитель, ну, главный руководитель. Я очень долго возражал там и так далее, и так далее. Но вот так вот, исходя, как бы, из интересов газеты, в общем целом, этот выпуск пришлось нам сократить, как, собственно, и дубль на бурятском языке. Да, да. Но дубль на бурятском языке при тебе еще выходил? Конечно. Вот я о нем и говорю. Алтаргана – это и есть дубль на бурятском языке. Мы его переформатировали, т.е. не стали там какие-то там… Одно время, вот если я правильно помню, мне отец рассказывал, что молодежь Бурятия на бурятском языке – это была переводная штука с русского, т.е. дубля. Ну да, да, да. Не как, правда, Бурятия и Буряту, наверное, в разные газеты, а именно… Нет, нет, это дубль, это дубляж был. Ну, вот я и говорю, что в Перестройках, когда ослабло партийное влияние, мы там, я внутри уже, мы внутри там… Начали экспериментировать. Экспериментировать начали, потому что руки-то развязали уже там, так сказать. Комсомольский орган был, и так, оппозиционный такой, да, по партии? Да, это мы были очень… Конечно, мы были цитаделью вообще вот этой, как бы вот этого оппозиционного движения-то в Бурятии. И тиражи у вас тогда бешеные. Ну, конечно, 75 тысяч доходил. И эти все Галендобаевы там и т.д., и т.д., они все ведь у нас сидели всегда. Я их там чуть-чуть порогил, чтоб потише себя вели там. Демократы ведь такие. Ну, вот и это самое. Вот таким образом Алтергана, т.е. в моей памяти, в моем сознании, в моем бытии, она, в общем-то, давным-давно, там, с 80-х годов. Интересная история, да. И вот, что касается уже как бы людского этого воплощения движения, то на Алтергане я на многих был, но мне больше всего запомнилось в Улан-Удэе от шестого года было, ну, а потом в монгольском. Он проходит фестиваль раз в 4 года, да, фестиваль монголоязычных народов. Вот сейчас он вообще бы прошел действительно раз в 4 года, но перед этим периодичность у него была раз в 2 года, да. Но сейчас в связи с пандемией там и так далее, отодвинули там, и вообще мне даже… Да, он так, в общем-то, все его там логотипы, там, они так и сохранились, Алтергана 2020, а на самом деле, ну, как в Токио, это самое, Олимпиада, да. И вот таким образом она, собственно, состоялась, но вот если оглядываясь назад, то Алтергана уже в Агинском округе, она уже в третий раз проходит, то есть, ну да, в третий раз уже проходит, значит, ну, в Улан-Де, по-моему, тоже три раза была, три раза она была в Монголии, и вот следующий Алтергана будет уже опять в Монголии, в Булгане, в Булганском Аймаке. Ну, это вообще очень красивый, конечно, Аймак, я очень рад, что именно там состоится. Ну, и потом он граничит… Через 2 года. Через 2 года. И он тем более граничит с нашим Закаменским районом, там, в общем-то, давнешние, так сказать, родоплеменные отношения там и все, и так далее. Ну, очень я помню хорошо Улан-Баторскую Алтергану, ну, тоже, ну, там это такой столичный вариант был Алтерганы, вот, если там в степи он, как бы, там своя, так сказать, весь антураж там и так далее. Ну, Улан-Баторский уже был по-своему такой техно, может быть, в чем-то такой, ну, урбанизированный, может быть, даже, ну, таким образом. Ну, и все, в общем-то, если смотреть, то все Алтерганы имеют свое лицо, потому что они меняют регионы, все время, то есть, это разные, как бы, оттенки, разные какие-то аккорды там и так далее, и так далее, и так далее, ну, то есть... Нардоп Дашиев, программа мнения, Нардоп, нет ли его дублирования, да, в плане, если сравнивать Алтергану и, допустим, вот, Сурхарбан, Надам Сурхарбан, как сейчас у нас называют, или Надам монгольский, как ты думаешь, потому что очень много, да, схожих вещей, но Надам – это такая историческая традиция, да, а Алтергана уже такой новодел, можно сказать, там, в позитивном смысле этого слова. Ну, да, конечно, потому что ведь это, хоть он и имеет там 30-летнюю историю, то по сравнению с тем же, если мы берем во внимание монгольский, собственно, Надам, то он вообще там сотни, если не тысячи лет имеет. Бурятский, значит, Сурхарбан в советское время был. Сейчас его Надам Сурхарбан называют. Да, его сейчас, но всё равно слово Сурхарбан как бы оставили, чтобы вот этот бренд продолжал жить. Ну, он тоже ведь всё советское время, это ведь 70 лет, ну, я думаю, что он в детстве 60, наверное, точно проводился, то есть, конечно, он, Алтергана в этом смысле и младше, и, ну, и так далее. А что касается формы и содержания, то Алтергана вообще на самом деле-то, с моей точки зрения, она имеет более широкий как бы охват и более такое широкое влияние, и самое главное, что более такое глубинное и, ну, такое и более глубинное влияние, я бы сказал. Почему? Потому что это как бы уже, он ведь вышел, так сказать, на межрегиональный уровень сначала, да, и, а потом уже, когда агентцы затащили её в Россию, то он анонсалон это международный, вот, поэтому я думаю, что в этом смысле Алтергана значительно как бы, ну, если не превышает, то, ну, значительно выигрывает, может быть, на их фоне, но выигрывает не паразитируя на них, а вот именно благодаря им, то есть, они, в Алтергану ведь включены и все спортивные состязания, там, иконы, и скачки, и борьба, и, ну, и все, значит, что там ещё, стрельба из лука, затем сейчас уже включилась, так, Гершалон, это разбивание хребтовой кости, это уже очень зрелищное состязание, ну, а что касается культурной программы, то это уже чисто прерогатива, мне кажется, Алтерганы, то есть, и там и поэтические, там, и сёдла там исполняют, там, я не знаю, ну, всё, чем живёт народ, она, там всё его творчество и вся его деятельность фактически представлена на Алтергане, включая производство сыра, молока, там, я не знаю, там, пельменей, да, вот всё. Все аспекты социальной, хозяйственной жизни. Обуви, да, одежды, ну, всего, всего, то есть, всей остальной жизни. В этом смысле Алтергана, конечно, имеет, ну, просто беспрецедентное сегодня значение для бурятского народа. Нардоп Дашиев, программа мнения, Нардопа, это же везде финансируется, собственно, государством, да, территории, где это проходит, таким образом это выглядит, и что в Монголии, и что у нас. Ну, конечно, здесь государство ведь придает этому огромное значение, на самом деле, почему? Потому что жить в мире, это ведь, ну, мы сейчас, мы сейчас это особенно понимаем в связи с военной операцией на Украине, вот, и сейчас вот даже глядя так на эту спецоперацию, то мы все прекрасно знаем, сколько ребят полегло там, и в том числе и наших земляков, очень много, даже если пропорционально, то бурятов, очень много там отдали своей жизнью в интересах государства. Ну, поэтому здесь даже нисколько, как бы, там, это не характерная черта бурятского народа, просто это долг родины, это, ну, то есть служить в интересах родины, поэтому, ну, это всегда было в нашем государстве, вспомню, что буряты всегда стояли на охране границ, там, и так далее, это всегда защищали интересы государства, вот, и государство, конечно, обращает на это пристальное внимание, потому что, в конце концов, это восток страны, сейчас вот вектор, это ясно, что перемещается в этом направлении. Граница с Китаем, с Монголией имеет сегодня вообще, можно сказать, судьбоносное значение, потому что, оказавшись в изоляции, мы все же понимаем, что, ну, Россия, в конце концов, это евразийское государство, на самом деле, основная эта ее территория находится в Азии. Ну, территориальная, да, основная, и все, ну, соответственно, все природные богатства там, и так далее, и так далее, то есть, удельный вес азиатской части страны огромен, и в этом смысле... В территориальном смысле так, а вот в населенческом, да, там... Ну, популяция, конечно, она... Здесь 25 миллионов за Уралом, всего лишь 140, да. Ну, и тем более, сейчас тенденция идет о миграции на Запад, там, и так далее, то есть, государство, я думаю, что очень заинтересовано в том плане, что надо удерживать здесь трудящихся, скажем так, и как-то заинтересовывать. Если в советский период, ты прекрасно помнишь, что были какие-то повышающие коэффициенты, там, 1 к 7, там, 1 к 3, 4, там, народ был, ну, как бы, нормально мотивирован, чтобы служить здесь, работать, там, и так далее. Забайкальский военный округ был самый крупный в Советском Союзе, там, и так далее, и так далее. То есть, я думаю, что вот эти утраченные позиции, которые, ну, вот, в последние десятилетия случились, там, я думаю, что сейчас Россия будет это все возвращать, и больше того, я думаю, да, надо наращивать темпы, потому что время для этого пришло, на самом деле, мы видим, это все прекрасно. Ну, будем, да, за этими глобальными тенденциями наблюдать обязательно. Нордоп Дашиев, программ «Нордоп», ты вот написал в материале, который в МК вышел на сайте МК, за рубежи было представлено Кыргызстаном, Казахстаном, Монголией, к сожалению, за жестких ограничений по COVID-19 в КНР, китайские буряты не смогли пересечь границу, но я еще понимаю, вот, внутренняя Монголия, да, в Китае, там, сама Монголия, Кыргызстан и Казахстан, это кто там, оттуда кто приехал? Ну, оттуда приехали те жители, которые там живут очень давно. Я даже могу рассказать такой случай, когда я работал в Москве, там, по договору. Одним словом, меня тогда отправили по линии Союз журналистов, СССР еще был, вот, в Кыргызстан, то есть, это были Ожские события, то есть, это 90-й год и так далее, но тогда была вообще суперсекретная это все, как бы, там ведь наши, ну, скажем, наши представители пришли не с целью, как бы, усмирить, ну, усмирить, да, но никак не подавить ничего, почему даже, вот, об этом говорит такой факт, вот, я, мне тоже там дали, ну, я был как корреспондент, освещающий это событие, и нам дали, значит, эти красные каски, я еще подумал, почему красные каски, ведь их же издалека видно, там, и так далее, и так далее, я думаю, а нам там объяснили, мы здесь, мы должны просто показаться, вы должны все показаться здесь, что вы есть, и с той стороны вряд ли посмеют, там, стрельнуть, там, камень бросить, то есть, сила должна была видна издалека, не так, как сейчас, вот, например, все закамуфлированы, никого не видно, там, все должны друг друга убить, а тогда ведь сила убеждения была сильнее этой любой пули, там, любой гранаты, вот на этом мы работали, мы, вот, и писали об этом, в этом, в таком стиле, там, и так далее, и вот, я приехал в город Орш, и как раз это Оршские события, межнациональные отношения, конфликт между узбеками и киргизами, да, но Оршская область в основном населена узбеками на 80 с лишним процентом, на 87, по-моему, что ли, вот, а киргизы, они занимаются, как правило, они в руководящем составе и скотоводством занимаются, это Памир, это южная область Кыргызстана, а там, значит, на этих альпийских паспищах, там, значит, пасут овец вот эти, их называют саяки, ну, это род саяков, как у киргизов там, ну, как у нас там есть, там, сартул и так далее, да, типа такого, вот они отличаются с такой очень жесткой, ну, как все горцы, с жестким нравом там и так далее, ну, вот и там случились, ну, из-за земли, тогда ведь распад Советского Союза был там, а там из земли, да, да, и там Ферганская долина, она очень плодородна, то есть там каждый сантиметр, буквально, это самое, в цене и денег стоит, ну, из-за этого, в общем-то, в конце концов и разодрались там вообще, ну, до крови там очень много было это все, вот, и вот там я, когда это самое, мы там были, ну, там, я же общался с людьми, там, не только скажи, там, я бегал по полям, там, в этих, в этих, я, ну, просто там ходил по городу, смотрел, там, как… То есть не только с чиновниками, да, да, там комендантский час был, там все и так далее, ну, и вот я в одной там, то ли в столовой, то ли где там, у меня она, так сказать, одна женщина, так, видимо, не женщина такая, девушка, она сама подошла ко мне, так посмотрела, так на меня, и говорит, а вы правда бурят? Я только посмотрел, думаю, а как она меня вообще вычисла, я похож на киргизы там, в конце концов, думаю, как она так это… Я говорю, ну, да, как ты догадалась, она говорит, так я тоже, говорит, бурятка, я говорю, да ты что говоришь, да, оказывается, она там родилась, то есть родители по распределению отправили в ВОЖ, и они там зажили, ну, конечно, конечно, и они там зажили, и все, она родилась там, но никогда не видела ни бурят, ни бурятов, она выросла среди киргизов, знает киргизский язык там, ну, и русский она знает там, и все, и со мной она вообще разговаривала на бурятском языке, я говорю, я был вообще… И вот таким образом вот к вопросу о том, кто оттуда приехал, да, вот приехали именно те, которые очень давно там живут, они объединены в какие-то диаспоры там и так далее, и так далее, вот таким образом, они не пропускают ни одной, по-моему, алтарганы, они всегда… Интересно. Так сказать, всегда они на этой… на проходке-то вот на этом марше они всегда своими флагами ходят, смотрят там. Артем Дашиев, программа «Мнение», ну, давай сам ход алтарганы, что вот запомнилось, как это в Агинске было организовано? Ну, организовано было, ну, если сказать там на высочайшем уровне, я думаю, это даже не тут, наверное, было очень хорошо организовано, я бы так сказал. По-настоящему хорошо, творчески. Я даже вот один раз там шел, значит, еще перед праздником, значит, иду, и смотрю, там молодой человек такой ходит, там что-то всех все спрашивают, я решил подойти к нему тоже, мне что-то надо было уточнить. Оказывается, это глава бурятского автономного округа был, это Буэнто Батомункуев. Ну, это молодой человек такой, ему до сорока лет, на мой взгляд. Ну, я так, я представился тоже, я говорю, я это самое. Ну, так на меня так еще пристально говорит, а вы кто такой там? Я говорю, да я просто так приехал сюда. А так я его все, а все равно у него у него спрашивают, он там, ну, мне пришлось представиться, ну, что делать. Вот, и он тоже представился, и мы таким образом. Ну, вот, человек был на работе, то есть вот он не сидел там где-то в кабинете там, или там заместитель его кто-то бегал, а сам лично вот эти вот лавки там, какие должны были открыться, да, то есть дворники там какие-то работают, что-то там, волонтеры что-то делают, музыка там, что-то, ну, настраивается все, знаешь, такая большая репетиция, да, и вот он был во главе, мне кажется, это красноречивый факт, вот, собственно, он все это дело обходил, и я думаю, что он, а это молодой энергичный человек, я думаю, он оббежал там все, ведь, в принципе, Агинск, в общем-то, в масштабах-то он и небольшой на самом, ну, сколько там, 25 тысяч населения приблизительно сегодня проживает, вот, ну, все было функционально, все нормально, я считаю, что было все нормально. Агинская вообще какое впечатление производит? Говорят, что вот после слияния с Читинской областью и появлением Забайкальского края, как бы, Агинская много потерял в финансах там и так далее, что при Камзоне и Жамсуе было гораздо лучше, вот, ты наверняка бывал там многократно, что скажешь? Ну, конечно, было какое-то замешательство, может быть, даже недоумение в связи с тем, что, ну, это уже прошло 15 лет, когда вот состоялось это слияние, это седьмой год, я, кстати, работал тоже на этой теме. Когда это голосование проходило? Да, все это, там, начиная, там, да, из Бурятии здесь Саша Махачкев работал, там Андрей Думлет, Коля Хардаев, да, вот, они работали как раз, ну, мы там пересекались, я это прекрасно помню, вот, и, ну, что там, конечно, это для, собственно, там, может быть, эстеблишмента Агинского такого, который, там, получал, ну, как бы, определенные, там, не люблю это слово, преференции, ну, что делать, ну, что там, по-житейски даже, если так рассудить, там, и зарплаты, там, ну, а у них ведь семьи, там, то есть, это он же не один сам на себя работает, а он, там, кормит такую, как правило, там, дети, семьи, там, многодетные, там, и всегда забота о старшем поколении, то есть, тот чиновник, который один работал, наверное, там, не меньше десяти людей, наверное, кормил, там, в конце концов, мне так кажется, ну, конечно, когда это все как бы прекратилось, естественно, было какое-то замешательство, недумение, там, и все, ну, ну, человек, как говорится, ко всему привыкает, и сейчас вот, как совершенно справедливо, вот, как раз вспомнили Сашу Махачкей, вот, он сейчас вот прекрасно дал расклад о том, что слияние Агинска и Чистинской области для первой, в общем-то, оно имело долговременную программу, то есть, это не сразу все, там, какие-то преимущества, там, или уровень жизни, там, резко вверх скакнет, там, и так далее. То есть, этого, конечно, не произошло, там, больше того, даже он вниз ушло, это все. Но сейчас, спустя время, какой-то вот этот начальный установочный, скажем так, период, сейчас видно, что степняки уже, как бы, устали там горевать, вспоминать то прекрасное далекое. Вот, сегодня они вновь, я смотрю, вдохновлены, и результаты, ну, я думаю, что все впереди. Тем более, вот сейчас вот, я и говорю, что сейчас вот у руля Агинского округа молодая команда, вот во главе, даже вот главе нет и сорока лет. Я вспоминаю в этой связи как раз и того же Жамсуева, ведь тому тоже не было сорока лет, когда ему старшие товарищи доверили округ, ведь это только так было, это не было, там, каким-то, вот, там, голосованием, там, люди пришли, нет, по этому поводу была проведена большая работа, и выбор пал на него, это старейшины там собирались, ну, потому что такие вот отношения в Агинске, они сильны, и до сих пор они сильны, там, то есть, как бы, та решающая сторона, она, как бы, не то, что в тени, но она, там, не на аванс сцене, скажем так, да, а на самом деле за этим стоят, ну, такие очень серьезные люди, там, и так далее, то есть, там, родоплеменные отношения очень сильны, не в плане, там, такой, архаизма, там, какого-то, там, и так далее, а в том плане, что это нормальные человеческие отношения, то есть, люди все подотчетны, под контролем, там, и так далее, никто там не может никакого фортыли выкинуть, там, и так далее, то есть, я считаю, что это правильно, вот, и, ну, что касается объединения, наверное, так, и с тем же я вот, там, на фестивале встретился со своим старым, ну, скажем так, знакомым, это экс-руководитель Читинской области, это Равиль Афаевич Гениатолин, да, ну, мы там очень тепло с ним встретились, поговорили, там, так и так, поспоминали какое-то, так он стоит на позиции, что объединение это было совершенно верным ходом, он вообще говорит, что надо вообще в стране укрупнять их, ну, и максимум, там, дать 50 и вообще… Субъектов. Да, 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 то есть, сократить это все, ну, с этой точки зрения он, конечно, логичен, почему, потому что, во-первых, аппарат чиновников, на самом деле, уже, как бы, такой увесистый ги сидит на бюджете, да, то есть, как, если в свое время партаппарат точно так же, как бы, народ, в конце концов, там, проголосовал против него, да, то партаппарат, это ведь тоже те же самые чиновники, там, высоковыплачиваемые, и много недовольства было в народе, как раз именно они там это самое несли, да, и в этой связи, мне кажется, здесь такие аналогии, они, в общем-то, вполне уместны, и вот Равиль Фарисович об этом говорит, и контролирующих органов очень много, потому что сейчас вообще там, ну, что, ну, ты представляешь, что это, там, то есть, на одного как проверяемого, два проверяющих, там, например, в конце концов, мы же все помнят ту басню, когда один уже двух генералов кормил, и чем это кончилось, да, и чем это кончилось. Ну, ты согласен с Генеем Атуллиным, и если согласен, то Бурятию с кем вы ели или нет? Я категорически не согласен с ним, потому что он говорит, что эти субъекты должны выглядеть в виде краев, то есть, как Забайкальский край, то есть, мы, Бурятия, по его логике, по его, так сказать, позиции, она должна войти в какую-то, ну, скажем, там, в Красноярскую губернию какую-нибудь, ну, или я не знаю, там, да, и вот на… Закутской, Забайкальским край. Ну, на правах вот именно, потому что ведь Агинск-то сегодня же, глава Агинска, он же заместитель губернатора, то есть, первичин-то… Ну, да, губернатор более… Да, то есть, он уже не самостоятельный. Не на одном уровне, да, с губернатором. Степники верно говорят, что, в конце концов, свой кошелек-то мы потеряли, конечно, да, мы можем, конечно, всегда денег попросить, но свой-то кошелек лучше, да. Нардоп Дашиев, программа «Мнение Нардоп», ты побывал на масштабном мероприятии на ипподроме, да, я сразу подумал, Агинска – 25 тысяч человек, есть ипподром, и ЛНД – больше 400 тысяч, ипподрома нет. Вот-вот, да, меня тоже это… Ну, это не может меня удивлять, почему? Потому что мы вот, ну, очень часто ездим же на Верхнюю Березовку, это удручающее зрелище. Ну, равно как и стеклозавод, там тоже такие же руины, там, ну, здесь какие-то более… Ну, правда, всякие живописные предприниматели многочисленные уже расположились, ты в недрах стеклозавода, когда заезжаешь, там всё позаняется, на самом деле, ну, так всё это так, конечно, несистемно, и, в общем-то, что-то там происходит, жизнь бьётся, но в целом-то, конечно, снаружи, когда едешь, страшно, смотри. Вот, и с ипподромом тоже самое. И с ипподромом, конечно, это вообще, я не знаю, но мы помним, что там куда-то делились эти миллионы, там десятки миллионов. Сидели люди, да? Ну, да. Ну, тем не менее, ВОЗ-то и ныне там. Я сейчас вспоминаю, например, сколько в Бурятии скокунов, и сколько они, так сказать, недооценены, а сколько людей недооценены, сколько возможностей упущено там, и так, кто это всё возместит, я не знаю. Время-то, и самое главное-то, самое дорогое-то время уходит. А что касается Агинска, ну, действительно, там, прекрасный ипподром, там, ну, видно, что люди туда ходят, что это любимое место, да? Больше того, там, Читинский ипподром вообще занимает первое место в стране, он имеет лицензию Минсельхоза, то есть, это официальное государственное предприятие, да? И он первый в стране Читинский, представляешь? Да. Да, и вот там, где даже какие-нибудь там орловские, да, рысаки, там, ахалтыкинцы те же, да, а они всё равно находятся в тех госконечниках, которые далеко не на первом месте, а Читинский, вот, пожалуйста. И там превалирует бурятская порода и забайкальская порода лошадей. Очень красивые лошади, их трудно, ну, на мой непрофессиональный взгляд, их трудно, так сказать, как бы отделить от каких-то орловских рысаков, там, они такие же изящные, такие же красивые, летят, как стрела, там, и так далее. Но есть, конечно, и другие вот более такие степные породы, да, вот такие более приземистые, более неприхотливые, там, и так далее. То есть, разнообразие, там разнообразие, калибры, там, всё есть. То есть, каневодство там на высоком уровне. Ты общался там вот с разными специалистами в области каневодства, которые, вот, как ты написал, безапелляционно заявили, что бурятская или какой-то ещё чистокровной породы нет, а априори признаются только английской и арабской. Ну, да, вот это же для меня было открытие. Я-то раньше думал, что Орловская чистокровная какая-нибудь, да, там. Или Владимир. Мне трудно представить, что Владимирский тяжеловоз – это не чистокровый какой, а какой-то там гибрид. Ну, они говорят, что это так, что делать. Это большие специалисты, что… Ну, когда… В нашей профессии всегда что-то новое узнаёшь каждый день. Тотализатор там не работал? Или это что-то, по-моему, запрещённое? Я даже не знаю. Ну, так мне это не видел. Ну, а так между собой, конечно, там люди заключают какие-то ставки и так далее. Ну, конечно, это же интересно в конце концов. Это неотъемлемо. Ну, на этом, я думаю, что там не делает никто бизнес или что там обогащается, или кто-то там разоряется до того. Это просто такой обыкновенный такой интерес и всё. Который всегда был на ипподроме, ведь всегда были тотализаторы там и так далее. Ты написал о гостях в географию от Санкт-Петербурга до Сахалина. Кто вот эти люди были, которые отметили очень высокий организационный уровень? Ну, да. Они даже не от Санкт-Петербурга, а от Калининграда. Там даже с Калининграда приехали, да. Это я потом просто уже узнал. Ну, в Санкт-Петербурге, например, там очень многочисленная была делегация. Там были мои старые знакомые, там Цериндарис, там Буева, такая активистка. Когда вот петербургский датсан там, ну, когда его там, как сказать… Захватывал. Захватили, да. Захватили, да. Вот она там принимала самое активное участие. Ну, защищалась. Вот. И… Ну, вот она… Ну, она как бы всегда в этом… Ну, в общественной работе себя ведет, там. Вот она приехала, там. Ну, ну… Кого там только не? Всякие доктора наук, там. Ну, и так далее. Люди все заслуженные, там. Студенты, конечно, приезжают, которые ведь там… Они учатся, там, пять лет потом остаются, там. Где-то, где-то аспирантура, там, без… И в конце концов становятся петербуржцами. Ну, это вот такие молодежь вот такая приехала. Кто еще? Ну, самые разумные разные. Потом все… Ведь приехали с Сахалина, с этих… С Ямал-Ненецкого округов, Ханты-Мансийска… Это все представители бурятского народа. Все бурятского народа, да. Якутия, я уж не говорю, там, это, как само собой разумеющееся, Стувы. Ну, вся география была. Это была с самой западной части точки российского государства до самой восточной части – до Сахалина. Вот, то есть, вот. Сегодня вот буряты так расселены. Великая степь. Да, интересно. Интересная тема. Такое количество гостей размещались каким образом? Хватало ли гостиничного фонда? Не было ли сложностей, где тебя поселили? Или сам поселился? Конечно, было очень плотно. Все очень плотно. Ну, вот, например, журналисты, мы жили в гостинице МЧС. То есть, уже министерство, подразделение их. То есть, таких гостиниц было очень много. Ну, допустим, там какие-нибудь там все другие ведомственные. Не только коммерческие. Которых, кстати, в Агентстве тоже немало. Но, тем не менее, конечно, уплотнение было. Мы там, например, жили втроем. Я жил с водителями. Ну, короче, телеканал «Россия». То ли иркутские они были. Корреспонденты. Корреспонденты. Водители. Водители им. Ну, вот так вот. Мы все так и жили там. Кто как бы с МИИ. Все в одной куче там и так далее. Ну, все там были. Телевизионщики очень хорошо, мне кажется, осветили это все дело. Я потом посмотрел по каналу. И прямые эфиры были. И сюжеты разнообразные. Наши телевизионщики-коллеги вообще выложились там, на самом деле. Я тоже посмотрел. Ощущение было, что это проходит где-то в каком-то более масштабном месте, чем сравнительно небольшое Агинское. Ну, да. Как это все было, на самом деле. С Бурятии, вот с ГТРК, с БГТРК были кто? Это Батор Ломбаев же, по-моему, он там работает. И Виктория Агмызина были. Вот я с ними там несколько раз виделся там. Кстати, очень приятно, что было, что Саша Гармаев, фотокорреспондент молодых вещей, вот он же получил одну из наград «Алтерганы». То есть, он там победил в одной из номинаций. Кстати, он недавно вернулся с Украины, там тоже был в качестве военного корреспондента. Что скажешь про культурную программу, про… А вот я сейчас добавлю именно к журналистской теме. И было мне тоже очень приятно, что одну из номинаций тоже завоевал Баисхолланда Баин. Это тоже мы с ним вместе работали в «Молодежь Бурятии». Сейчас он в Бурятии работает. Ну, что ветеран в строю, что нормально. Да, вот это уже. Уже можно вас ветеранами величать вполне. Ну да, он мне постарше, тем более. Культурная программа. Что впечатлило, что было интересно? Ну, культурная программа была вообще на любой пользователь, мне кажется. И там и рок, и классические произведения. Ну, вот, в частности, если по классике говорить, то это Михаил Пирогов прибыл с Красноярска. Ну, он ведь великолепно поет. Сколько он певец, да. Он там все такие вещи исполнил. Ну, там, ну, всю классику, там, там, чей-то. Ну, потом, от нас блеснуло, там, с нашего театра оперы-балета, это были к Маринчинову, несомненно. Потом, значит, Базар Садаева. Ну, и ряд других, там, Саможапов, по-моему, был, там еще кто-то там. Вот. Эстрада, конечно. Это где проходили? Это проходило. Под открытым небом? Нет, они сначала проходили, и под открытым небом, на открытии и закрытии, конечно, это все было. Ну, и в частности, потому что все равно публика, это Вагинский такая, как бы, любит, она знает толку в этом, в представлениях, там, и в классике, и в эстрадных концертах. Тем более, они в свое время очень, так сказать, были, можно сказать, избалованы, там, москвичами, Кобзон, которых привозил все время, там, Чартовыми рейсами, ведь они приезжали, там, они уж тем более, там, всех звезд российских, там, в обнику с ними ходили, там, и фотографировались, там, в любом доме можно эти фотографии, там, увидеть, там, и с кем, там, и с Арбакайта, там, и так далее, и так далее. Вот, и, ну, культурная программа была на высоте, и аншлаги, 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 в общем-то, и цена билетов была немая, все было, кстати, в Вагинске бесплатно, кроме эстрадных концертов, на что, вот, Вагинске, кстати, говорили, что, говорит, а при Кобзоне, если у нас денег не брали. Да, да, да. Ну, вот, да. Золотые времена, что делать. Ну, а в этом, это и есть роль личности в истории, потому что, вот, ведь роль, на самом деле, Борис Жамсуева, она огромная, даже по сей день, ему сейчас за 60 уже, она по сей день, она только в динамике находится. То есть, я вот за ним слежу еще с конца 80-х годов, то есть, со съездов в ЛКСМ, он тогда работал вторым секретарем Читинского обкома консомала, и вот на одном из съездов, но это уже последний завершающий съезд, я тоже там работал, там, освещал, там, и так далее. Я вот за ним следил тогда уже, он, такие какие-то у него были неординарные высказывания, там, в кулуарах, там, и так далее, вот, то есть, короче, к нему пришло, прислушивались тогда, уже тогда. Сейчас он в каком качестве, где он сейчас? Он сейчас член Совета Федерации, сенатор. А, сенатор, да, от Агели. Ну, по-моему, от Запкрая, конечно, от Запкрая, да, теперь уже от Запкрая. Только от Запкрая, да. Ну, он зампред Комитета по международным делам Совета Федерации, то есть, он как раз вот именно в том тренде, которым проходила авторгана, то есть, я думаю, что и он там наверняка много, так сказать, каких-то предложений вынес. Ну, там невооруженным взглядом было, что это все на хорошем таком уровне, там, если даже провинциальном, то это в лучшем смысле этого слова, в том плане, что это и добавляло аутентичность, это и колористика какая-то, это все. И особая атмосфера именно провинциальная, не такая столичная, там, что-то такое, а именно провинциальная, в принципе, в котором большая часть советского, российского народа сегодня проживает. — Да. — Нартур Дашиев, программа «Мнение», Нартур, про спортивную часть ты так много описал, цифры привел, да, спецпризы там, значит, и так далее. Вот что понравилось, на что обратил внимание? Ну, спортивные, национальные виды спорта, они... — Это же самая соревновательная история, правильно? — Да, они... — Культурные части, да. — Да, да, и они, в общем-то, наиболее, так сказать, важны в том смысле, что, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. То есть, вот эта вот составляющая для бурятского народа имеет главенствующее значение. И поэтому-то и все такие, ну, скажем, внушительные призы, они были именно учреждены, именно это в борьбе Бухабарилдан, в конных скачках и в Сур-Харкбане, то есть, в стрельбе из лука. То есть, были выставлены автомобили каждому победителю, присуждалась Нива Тревел, вот, ну, это такой внедорожник российский, кстати, я на нем ездил, очень хороший, не каких-то, так сказать... Именно та машина, которая для нашего ландшафта очень такая, ну, пригодится она в хозяйстве, как говорится, да. И я думаю, ну, и она в обслуживании такая, абсолютно, что-то отвалилось, на проволоку привязал и поехал дальше. — Особенно сейчас, у нас с аномарками проблемы. — Да, вот именно. — Губернатор, кстати, представительство, да, там и Косачёв было, и, значит, и наша глава Бурятии, супруга её там побывала, губернатор, естественно, Забайкальского края, Осипов там выступал. И вот он предложил, кстати, что из международного придать статус всемирный, да, всемирный алтаргане. И сказал, что эта гигантомания не выглядит вполне логично, как на твой взгляд. Потому что, ну, на самом деле, да, вот сейчас из-за санкций и там разных других причин, там, с Австралии не смогли приехать представители Бурятского народа из других континентов. Ну, вот заглядывая на перспективу, такой статус. — Ну, он, де-факто-то он, в принципе, алтаргана уже, как бы, он и имеет, в общем-то, если не статус такой, то хотя бы такой, как бы, такую тенденцию, да. Потому что ведь на предыдущие фестивали ведь приезжали и из Америки, и из Южной Америки, да, потом, значит, из Европы, да, из Австралии. Ну, я не слышал, что из Африки были кто-то там, ну, ну, и вполне возможно, что на следующем фестивале могут и, ну, когда это все, я надеюсь, что это все когда-нибудь, так сказать, разомкнется, там, приедут. Поэтому, в принципе, де-факто он-то имеет, в общем-то, да, такую тенденцию вообще достаточно уже. И я думаю, что, в принципе, даже на первый взгляд, если даже кому-то это могло бы резать ухо, там, семью, ну, что это такие замашки там и так далее. А вообще, если подумать, в принципе, вполне резонное предложение. Почему? Потому что, на самом деле, ведь бурятский народ, на самом деле, да, это, конечно, это необъемлемая часть монгольского мира, да. Вот. Но его, как бы, самоидентификация, она, в общем-то, всегда шла и, наверное, идет и, наверное, будет всегда. Потому что, как бы, имея, в общем-то, относительно небольшое количество, как бы, ну, собственных представителей этноса, ну, что сейчас где-то около полумиллиона, это в России, в общем-то, это, ну, такой ниже средний показатель. Там, тех же чеченцев, там, больше миллиона, там, и так далее. Вот. То в этом смысле, конечно, это предложение, я думаю, что имеет смысл. Почему? Потому что это оно и будет объединять, ведь значение, как бы, не, все-таки, не в количестве людей, на мой взгляд, а именно в качестве. И вот сегодня, если чисто холхазцы, да, в Улан-Баторе, они вот проводят свой надом, да, то он все равно, он локализован. Ну, конечно, да. И вот те же, та большая часть монгольского народа, которая проживает в Канайр, а там, по разным оценкам, до 20 миллионов называют, ведь, а это во внутренней Монголии, да, во внутренней Монголии, ведь они же не участвуют в этих надомах, ну, так, единицы там, то есть, это не единицы, конечно, это не носит массу. И там он не проводится, ни разу не проводился же, да, Алтаргана, в смысле, я имею в виду. В Канайр ни разу не проводился, да. И вот этот как раз, если мы, как бы, себя хорошо здесь будем вести, скажем так, если мы нормально закрепимся, утвердимся, да, в этом плане, мир увидимся. Сначала, допустим, сейчас уже вся Россия посмотрела, конечно, да, что это стоящее дело, на самом деле. Это ведь не просто там пляски какие-то, там, это, нет, не надо так представлять и утрировать, мне кажется. Ведь его значение-то гораздо шире, это потому, это же жизнеутверждающее, это очень такая мотивирующая вещь, это, ну, если хотите, это лозунг, это транспарант, да, это демонстрация здесь хотеть. Вот, и в этом смысле всемирный статус абсолютно, так сказать, по росту, по ранжиру, почему нет? Потому что, если мы вспомним, что и алтарь, сегодняшняя-то алтарь гоната, она из маленького, ведь ручейка-то, в принципе, вот так в такую реку слилась-то, кто это знал тогда? Ну, может, и люди знали, я не знаю. Ну, факт то, что есть, а почему нет? Ну, посмотрим, и потом дети наши, условно говоря, лет через 30, да, например, прекрасный орг-комитет будет, да, представляете, орг-комитет. Если у нас Якутия проводит «Дети Азии», да, вот это тоже огромный фестиваль, ведь это же тоже масштабное такое мероприятие, то здесь буряты будут проводить бурятскую алтарь гону, тоже вот приблизительно вот в этом же тренде. Вот, поэтому я не считаю это никакой гигантоманией, это нормальная динамика, и вот в конце концов я думаю, что наши дети, даже я это сам и предполагаю, что они будут продолжать ведь алтарь гону, я ей совершенно убеждён, что она там через 3-4 игры, там она типа перестанет существовать, нет, она всё, это настоящая алтарь гону, она корнями вошла в землю, всё, за 30 лет она проросла, то есть, ну, все как бы предпосылки для того, чтобы стать всемирным таким движением, я не говорю, что это может быть там что-то, ну, какое-то движение это будет объединяющего, это вполне реально. В 24-м году планируется, что пройдёт всё в Монголии, да, эстафета передана, губернатор булганского Аймака, значит, Монголия её принял, это близко, да, к России приграниченной Аймаке? Ну да, это граничность с Закаменским, нашим районом, то есть, это совсем шаговые доступности фактически, и я думаю, что через 2 года нам надо всем, и особенно, думаю, республике в Уряте тем более, гранича с этим, ну, сделать всё, чтобы всё повторилось вновь и ещё лучше. В этой связи, мне кажется, наш глава Алексей Самбучев-Циденов, вот он, кстати, был тоже на Алтаргане, прибыл там, в числе первых, и он был с супругой, очень часто ходил всё время в национальной одежде, ну, когда я, на самом деле, я его там несколько раз встречал. Ну, что было очень приятно, что он действительно своё обещание, когда вот он прибыл в нашу республику 5 лет назад, вот, я тогда тоже участвовал в этой пресс-конференции, и спросил у него, во-первых, кто уже по национальности, и во-вторых, знаете ли вы бурецкий язык, но он, честно, я скажу, прямо... Кто задал эти вопросы? Честно, я прямо сказал, что нет, и сказал, что он будет учить там, и так далее, и так далее, и вот сегодня я вижу, спустя, например, 5 лет, ну, динамика есть, я не скажу, что прогресс прямо такой, но динамика-то есть, ну, а что, век живи, век учись, я ведь тоже до сих пор в бурятском языке тоже учусь, узнаю какие-то... И вот и сейчас в Агинске побывал, там несколько новых слов узнал, потому что лексика же, она же, это, безгранична, какие-то новые слова появляются там, и-то, безграничны, язык-штука живая, да. Поэтому я думаю, что Алексей Самович находится на верном пути, если что, я помогу. Нардуб, спасибо огромное, журналист Нардуб Дашиев принимал участие в программе «Мнение», мы говорили об «Алтергане», которая вот совсем недавно прошла в Агинском национально-устаномном округе. Вел передачу Игорь Озеров, всего доброго, до свидания.